Республиканский Минфин Документ достаточно амбициозный как в части планов подоходов, так и амбициозный в части расходов. Но в то же время считаю, что как раз принятый и утвержденный сегодня бюджет прежде всего направлен на обеспечение безопасной жизни нашей республики, на выполнение социальных обязательств. И считаю, что все-таки это бюджет, можно назвать бюджет стабильности. Основные расходы казны – это выплата зарплат бюджетникам, поддержка льготных категорий населения, а еще молодежи, бизнеса, сельского хозяйства. К первоначальному проекту закона поступило 48 поправок, плюс еще 8 депутаты одобрили во втором чтении. Связано это с тем, что дополнительно поступили деньги из федерального центра – более 22 миллионов. Увеличиваются субсидии на поощрение лучших учителей на 800 тысяч. На 4 с лишним миллиона к 97 миллионам ранее утвержденным в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации программы, в соответствии с которой приобретаются квартиры детям-сиротам. Субсидии федеральный бюджет выделяет, и вот на 4,169 увеличивается средство на приобретение квартир детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. На 12 миллионов увеличиваются средства, направляемые на поддержку, несвязанную поддержку сельхозтоваропроизводителей республики Хакасия. Выпадающий 7-процентный дефицит к доходам вполне допустим, считает Минфин. Тревогу стоит бить, когда перевалит за 10%. Так или иначе, республиканский бюджет на 70% состоит из социальных обязательств. Вместе с этим правительство вводит мораторий на какие-либо новые траты, чтобы не раздувать уже имеющиеся кредиты. Формирование бюджетов на 2016 год в очень непростой ситуации происходило. Вы знаете, что и на федеральном уровне с очень большим дефицитом составлен федеральный бюджет. Два с лишним триллиона рублей будет позаимствовать из резервного фонда. К сожалению, при формировании бюджета республики таких резервов у нас нет. И поэтому те полтора миллиарда, которые сегодня записаны в дефицит бюджета, конечно, потребуют очень большой работы для того, чтобы исполнить все обязательства, которые в этом бюджете приняты. Что касается бюджета, 2015 в него также внесены правки. Республиканским властям при поддержке Москвы удалось скорректировать документ так, что одновременно решаются остро социальные проблемы. Республиканские депутаты позитивно оценили работу министра финансов Хакасии Семена Айошина. «Образовались некоторые задолженности, образовались задолженности по зарплате, образовались задолженности по электричеству, отключение было электричеством. Но вот сегодня я на сессии задал Семену Юрьевичу этот вопрос о том, какие эти трудности были, будут ли они погашены до Нового года. Семен Юрьевич четко и ясно сказал, что с теми деньгами, которые пришли к нам в федеральный бюджет, и сегодня мы их приняли, мы их сегодня приняли для того, чтобы погасить все, что на этом году у нас образовалось». То, что этот год для Хакасии был непростым, во всех смыслах признают, пожалуй, все – и депутаты, и правительства, и рядовые жители. Большим ударом для республики стали апрельские пожары. При ликвидации последствий проделана гигантская работа. Депутаты Верховного Совета здесь, в том числе, сыграли не последнюю роль. «Многие как просто строители строили конкретные объекты. Многие при принятии решений на уровне Верховного Совета, это были решения, связанные и с финансами, и с людскими ресурсами, многие просто участвовали, но не как строители в субботниках собирали, а по возможности оказывали помощь, собирали элементарные вещи, деньги и оказывали вот эту помощь. Это вот, наверное, момент, который запомнится, войдет в эту историю». У истории, как известно, всегда есть герои. В Национальной библиотеке имени Доможакова состоялась презентация книги с названием «Гордимся нашими героями». Она о жителях Хакасии, ветеранах Великой Отечественной войны, удостоенных высших государственных наград. На страницах издания статьи с фотографиями о 52 легендарных наших земляках, 35 из них – герои Советского Союза. Участие в презентации принял председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев. «Всегда чтили мы всех героев, кавалеров, орденов, славы или святого Георгия. Мы действительно их всегда гордились ими, брали пример с них. Это действительно нас вдохновляло на разного рода подвиги. Ну, такие положительные подвиги. У нас молодежь, когда слово «подвиг» говорят, ну, в кавычки иногда ставят, так обычно». По словам Галины Ивановой, в прошлом учителя 1-й Абаканской школы – это единственное издание, объединившее в себе информацию об обладателях медали «Золотая звезда» и «Орденах славы». Работа над сборником велась полгода. Выпущена книга тиражом 600 экземпляров. Найти их можно в библиотеках республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова